Новости в эфире информационного канала Севастополя в студии Арсений Ковалевский. Будут ли севастопольцы сами выбирать губернатора, решится ровно через неделю, 18 октября. Сегодня в местном законодательном собрании обсуждали поправки в устав города. Круглый стол по изменениям в главный документ региона провели в преддверии сессии, назначенной на следующий вторник. К обсуждению были приглашены в Рио губернаторы члены правительства, депутатский корпус, общественная палата, представители ветеранских объединений и научного сообщества. Подробности у моих коллег. Изменения в устав депутатский корпус намерен рассмотреть на пленарном заседании, назначенном на 18 октября. Об этом на круглом столе сообщила председатель законодательного собрания Екатерина Алтабаева. Решается принципиальный вопрос – выборность главы города. В преддверии сессии к обсуждению были приглашены в Рио губернатора и члены правительства, депутатский корпус, общественная палата, представители ветеранских объединений и научного сообщества. Напомним, действующая редакция устава предполагает, что выборы губернатора проходят в законодательном собрании из числа трех кандидатур, предложенных президентом России. Две предыдущие попытки внести в устав норму о прямых выборах были провалены. Оба раза законопроект поддержали 13 депутатов из 24, в то время как для принятия изменений в устав необходимо 16 голосов. Вопрос о способе замещения главы субъекта Российской Федерации – вопрос важный, который дискутируется и в российском правовом политическом пространстве, но, естественно, и в нашем субъекте обсуждается и обсуждается с момента того, как мы вернулись в состав Российской Федерации. Из 85 субъектов Российской Федерации в 75 субъектах именно такой порядок сейчас и установлен. Но то, что касается 10 субъектов, это прежде всего Республики Северного Кавказа, позволю себе напомнить, это Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, три национальных автономных округа – Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономный округ, а также два субъекта, которые только вернулись в состав Российской Федерации – Крым и Севастополь, они избирают главу, но именно высшими законодательными органами субъекта каждого соответственно. На встрече в качестве доводов «за» звучал постулат, что гражданское общество в Севастополе готово к прямым выборам, и это будет логичным продолжением «Русской весны». Иной аргумент – нисколько против, а скорее предложение, высказанное депутатом Борисом Колесниковым – повременить с принятием решения и провести публичные слушания на базе десяти муниципалитетов. Дмитрий Овсянников раскритиковал эту идею, предложив противникам прямых выборов губернатора в течение месяца собрать подписи сторонников. В рамках круглого стола в Рио губернатора выступил за прямые всенародные выборы главы города. Форума в моем представлении прямых выборов населением, она наиболее демократична, она наиболее, может быть, уже актуальна для города Севастополь. Переходный период в течение двух лет, который мы прошли, позволяет нам рассчитывать на то, что человека, которого изберут и которому доверят свои голоса горожане, можно будет назначить уже руководителем города на основании прямых выборов, тем самым дав ему некий аванс доверия на то, что он будет способен защищать интересы горожан. То есть одно дело, когда депутаты, имея свое представление, выбирают кандидата, другое дело, когда это делают все-таки жители нашего города. Как заявил председатель городской избирательной комиссии Валерий Медведев, в случае принятия поправок в устав, избирком Севастополя готов в следующем году провести прямые выборы главы города. Арсений Ковалевский, Анна Малышко, информационный канал Севастополя. Дом без двора, как без крыши. В редакцию информационного канала Севастополя обратились жители 14-го дома по улице Адмирала Октябрьского. Люди обеспокоены тем, что фактически остались без двора. На минувших выходных придомовую территорию оградили металлическим забором. Итог таков, что старикам присесть негде, а детишкам поиграть. Итак, дворик был небольшой, а сейчас и вовсе остался лишь маленький проход на соседнюю улицу. Подробности выясняла Анна Брачева. Еще с 90-х годов уютный дворик 14-го дома по улице Адмирала Октябрьского привлекал бизнесменов и предпринимателей. Когда-то на этой территории собирались обустраивать парковку и строить трехэтажную гостиницу. Однако этим планам не суждено было сбыться. Тогда жильцы отстояли свой двор. Уже в апреле 2016 года с подобной проблемой столкнулись вновь. Севастопольцам объявили, здесь будут строить частный дом. Я в этом дворе проживаю, мы приехали, у меня папа военный был, мне годик было. Сейчас мне уже 58 лет. В этом дворе наши родители, лавочки стояли, белье сушили, детские площадки были. Мы его озеленяли, наши родители. Этим деревьям уже под 60 лет. И хотят все вырубить, чем мы будем дышать. Мы все выходили на субботники, дети там играли. А сейчас детям играть негде, они на заборе или будут выходить на это самое. Это наша площадка, мы с детства тут, вот с этой женщиной мы выросли. Тресельцы, мы считаем, не законно. Во-первых, тут идет газовая труба, проходит газ. Участок маленький. И я в этом доме живу с 80-го года. И здесь всегда он относился к этому дому. Белье сушили. Это была домовая наша нормальная площадка. Были, детская площадка была, было все. Но в 90-е годы, когда начался вот этот раздор, раздрай, конечно же, на этот участок приходили, автостоянку хотели строить и все. И мы уже на нее как-то особо, ну и делали иногда, когда уже совсем надоедало на это все смотреть в субботники. Но это, конечно, было нерегулярно. Здесь, конечно, мы тоже дали промах. Но у меня, например, нет уверенности, что если бы у нас здесь была детская площадка, что нас бы ее не сломали. Я просто вот смотрю на то, что делается вокруг, вы посмотрите, сколько писали и сколько на таких маленьких пятачках настроено домов. Новость о строительстве частного дома на территории двора всерьез обеспокоила горожан. Люди стали обращаться в различные инстанции, отправили запросы все в реестр и департамент архитектуры и градостроительства. В ответах было сказано, земля действительно находится в частной собственности с 2013 года. На основании кадастрового номера владению присвоен адрес улица Керченская, 65. 6 октября работники строительной компании начали устанавливать металлические ограждения. За два дня работы за забором оказалось 4,5 сотки. На основании документов просто знаем, что, кто, зачем, почему, что будет и не более того. Таких-то документов, опять же, как это по-хорошему, нужно было сделаться. То есть пришел хозяин или кто-то еще с документами, говорит, ребят, ну вот так вот. Потому что было то-то, то-то, вот у меня получилось, может как-то это все решим. Этого сделано не было. То есть вот так вот все откровенно. Опять же, с департамента архитектуры тоже какой ответ получил. Ничего конкретного, действительно, земля чья-то продана. И, говорит, решить вы сможете это только через суд. 7 октября жильцы направили электронные обращения в прокуратуру и правительство Севастополя с просьбой проверить законность выданных при Украине документов на регистрацию права собственности. Кроме того, запросили топографический снимок из БТИ. Люди надеются на помощь городских властей в решении проблемы. В свою очередь, за разъяснением ситуации, журналисты информационного канала Севастополя обратились в департамент архитектуры и градостроительства. На сегодняшний день официальных комментариев пока не получено. Ждем ответ и как будут развиваться события, расскажем в новых информационных выпусках. Анна Брачева, Делевер Меджитов, информационный канал Севастополя. В связи с плановыми работами по замене запорной арматуры на сетях водоснабжения для подготовки к отопительному сезону завтра, 12 октября, с 10 утра и до 23 часов в ряде домов отключат воду, сообщает администрация предприятия «Водоканал». Подача производиться не будет в район 9- и 12-этажной застройки по улицам Бориса Михайлова, Героев Бреста, проспект Античный, Остана Кисаева, Колобова, проспект Октябрьской революции, Юмашева, Фадеева, Павла Корчагина, проспект Героев Сталинграда. Севастопольские сотрудники МЧС проверили готовность плавсредств, которые будут обеспечивать безопасность на водных объектах города в осенне-зимний период. Проводить патрулирование и возможные спасательные операции будут на различной технике, более 10 единиц машин, в том числе и на многофункциональных катерах. Анна Леготина продолжит. БЛ-820 – судно, используемое специалистами МЧС для контрольно-надзорной деятельности, а также при необходимости для спасения на воде. Катер небольшой, но быстрый и развивает скорость до 35 узлов. При этом очень манёвренный. На таких регулярно проводят патрулирование по бухтам Севастополя. Сам катер очень надёжный. Есть приборы, которые нужны в работе. Также мореходное качество у него довольно хорошее. Мощный двигатель 320 лошадиных сил. Постоянно его используем, так сказать, круглый год, зимой и летом. С окончанием летнего сезона патрулирование водных объектов сотрудниками МЧС не завершается. Напротив, осенью и зимой от специалистов требуют особого внимания. Все возможные чрезвычайные ситуации на воде усугубляются частыми штормами, шквальными ветрами и низкой температурой воды. Поэтому к холодному сезону спасатели готовятся тщательно. Проверяют готовность плавсредств и личного состава. В осенне-зимний период в пользование выделено около 10 единиц техники. Три из них будут регулярно патрулировать акваторию. Последний случай – это, прежде всего, помощь в оказании буксировки заглохших маломерных судов непосредственно в пунктах базирования в яхт-клубах. Из-за того, что техника не у всех новая, случается, что просто отказывает двигатель, теряется ход, и судоводитель терпит тем самым бедствие. Вот последние два случая имело место быть. В городе осуществляли, помогали буксировкой доставить их к пункту базированной для оказания технической помощи. В управление МЧС по Севастополю продолжает поступать дополнительная техника. Уже осенью специалисты начали работать на пяти новых квадроциклах, предназначенных для мониторинга и патрулирования береговой линии. Анна Леготина, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Массовых случаев гибели дельфинов у побережья Севастополя не наблюдается, сообщает Севприроднадзор. Заявление сделано в связи с происшествием на Арабатской стрелке. Неизвестными на берег было выброшено около 70 мертвых дельфинов. Это вида Азовка. Это животное занесено в Красную книгу. У всех обнаружены глубокие порезы, отсутствие плавников и хвостов. Специалисты утверждают, что подобные повреждения дельфинам наносят рыбаки, когда достают уже мертвое животное из сетей. Такой массовой гибели морских млекопитающих не наблюдалось в Черном и Азовском морях с 1990 года. Согласно официальным данным, виновника гибели дельфина, помимо штрафных санкций, ждет оплата государственного ущерба в размере 2000 рублей за каждого мертвого морского обитателя. До сегодняшнего дня ответственность за смерть животных на себя никто не взял. В Севастополе таких фактов не было. То есть массового выброса дельфинов и повреждения. Да, выбрасывают периодически. Море выбрасывает на берег какие-то трупы дельфинов. Но как любое живое существо, они болеют, повреждаются, могут травмы получать, винтов, судов, шторма, болеть могут. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ После просмотра фотографий учений, проводимых на полигоне Фиолент. К следующей встрече Владимир Тюнин пообещал познакомить ребят со страйкбольным оружием, которое используется в учениях. Мне приятно о том, что это идет, как бы сказать, принимается во всяком случае это с таким большим энтузиазмом. И я думаю, что все вузы, как мы и говорили предварительно, будут в этом движении. Плюс к этому это движение мы не называем севастопольским. Мы называем просто союз военно-патриотических клубов высших учебных заведений. Мы надеемся, что к этому движению будут присоединяться военно-патриотические клубы с материка России. И рано или поздно мы будем здесь на форумы собирать представителей военно-патриотических клубов. Ну а Севастополь это город патриотов, это город, который показывает всем, как нужно любить родину. И мне очень приятно, что это движение идет отсюда. Студенты у нас очень активные, ребята желающие участвовать в неурочной деятельности. Тем более они прекрасно понимают, в каком городе они обучаются. Город Севастополь, город патриотизма. И в общем-то единогласно приняли решение принимать участие, развиваться физически, развивать свой патриотизм. Еще ставить его на более высокую планку. Севастопольские спортсмены успешно выступили на 37-м ежегодном турнире класса А памяти известного боксера-профессионала Педро Саеса Бенедикта. Соревнования прошли в Симферополе на ринге Центра спортивной подготовки Республики Крым. Золотую медаль Севастополю принес заслуженный мастер спорта Максим Коптяков в весовой категории до 75 килограммов, одержав три победы в трех поединках. Серебро и кубок за волю к победе завоевал 19-летний мастер спорта Руслан Зубачук. Лишь в финале он уступил Симферопольцу Арсену Аблаеву. Еще два севастопольских боксера Валентин Пьянков и Анатолий Примак поднялись на третью ступень пьедестала почета. Всего же в турнире принимали участие 65 боксеров из 14 регионов России в 10 весовых категориях. Теперь спортсмены начинают подготовку к чемпионату России, который состоится в Екатеринбурге. В честь нашего города на престижных соревнованиях будут защищать пять мастеров кожаной перчатки. К этому часу это все новости, а за дальнейшим развитием событий следите вместе с информационным каналом Севастополя. Продолжение следует...